Иногда бывает необходимость дополнительных коммутаций в проводке автомобиля, при подключении новых устройств, замене магнитол и тому подобное представленные ниже экземпляры, в основном покупались именно для этих целей. Коротенько о том, что бросилось в глаза, первый раз, с подобными соединителями с проколом и пластиковым корпусом, я столкнулся году так в 2008, когда получил свой автокупленный в Японии с аукциона, в нем некоторые доп. Опции были скоммутированы именно подобной штукой и она меня тогда весьма заинтересовала, намного аккуратнее и проще в технологии соединения. Поэтому, после того, как на Али попался на глаза более современный вариант, решил купить его, ну и заодно пару других, предлагаемых площадкой. Все купленные разновидности продаются кулечками, как семечки, по 10 штук. Каждый тип имеет несколько вариаций, по рекомендуемому для соединения диаметру провода и соответственно цвету. Первый вариант, он же в шапке ссылка, предназначены для соединения проводов диаметром 0,5-6 мм. АГ-2210, для удобства имеют цветовую маркировку, в зависимости от рекомендуемого к использованию диаметра провода. Состоят из двух частей, пластиковые клипсы, корпуса и металлической гребенки. Клипсы имеют защелку, для фиксации цели корпуса после обжима провода. Размеры, рабочие диаметры, при использовании не требуют специфического инструмента. И да действительно, голыми руками провод не зажать через корпус, по крайней мере у меня сил не хватило. равно 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 Это по сути 5 комплектов. Устройство поскольку прокалывается один провод, то в данной конструкции это удается сделать вообще без инструмента, голыми руками. Понравилась форма контакта и то, как входит ответная часть, получается неплохой ножевой контакт с фиксацией. Из минусов, отдельный контакт все равно необходимо обжимать или паять, то есть нужен инструмент. Контакты стандартные по размерам и форме что позволяют их использовать в разных комбинациях соединений. Размеры так же, как и прошлое, имеют цветовую маркировку по диаметру применяемого провода. RED 22-16AG 0-5-1-5 мм. Blue 16-14AG 2-5-4-0 мм. Yellow 12-10AG 4-0 мм. На вид, все прилично, хотя в первом варианте провода не слишком удобно загонять в отверстия, но в принципе после зажимов все очень неплохо. После снятия с ножа жилой не повредило, но согнуло, похоже с толщиной провода не угадал, толстоват. Насколько качественное покрытие контакта этих двух соединителей и как будет активно окисляться место соединения неизвестно. Равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно-равно легкоплавкого припоя, что позволяет производить пайку обычной зажигалкой, что называется на ходу, аналогично предыдущим, имеют цветовую маркировку, в зависимости от диаметра применяемого провода при соединении с помощью подобной приблуды я скручивал провода, затем грел зажигалкой, получилось очень неплохо. Но если верить прилагаемому описанию, можно было и не скручивать. Эти единственные записанных, которые я уже использовал на практике, при установке головной камеры на авто, первый блин был немножко комом, перегрел зажигалкой одну сторону. Хорошо видно, как соединение охватило, залило термоклеем с двух сторон, а припой растекся по проводам. Проводки предварительно никак не обрабатывал, только снял изоляцию, хочется верить, что будет надежно. Сквозь прозрачную изоляцию, в некоторой степени, возможно инспектировать состояние пайки и отсутствие влаги. Продавец позиционирует подобные для мест повышенной влажности. В принципе все описанные соединители по-своему довольно интересные, но особенности применения у них слегка отличаются. Первый позволяет две цепи соединить в одну, что невыполнимо двумя другими или сделать подключение отдельного провода. Второй скорее для подключения провода к цепи. Можно оперативно включить, отключить соединение, скоммутировать между собой, в различных комбинациях. Короче интересная тема. Последний, для соединения двух проводов. Главный его существенный минус, можно соединить только два провода, а не подключаться к существующей цепи. Для себя остановился на двух последних. Второй из-за расширенных возможностей коммутации. Третий, как мне показалось, из-за надежности паянного контакта, мне это ближе, хотя обычные не приветствуются в автомобилях. На этом все. Всем удачи и хорошего настроения. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok